Здравствуйте! В эфире программа «Время новостей». Как и обычно в этом выпуске, только самые интересные и важные темы дня. Мы как раз хотим на этом форуме всем дать возможность высказаться банкирам, крупным предпринимателям, спросить, что их интересует конкретно. Перспективы экономики, привлечения инвестиций и поддержка предпринимательства. В Крыму открылся первый финансово-инвестиционный бизнес-форум. Мы идем по ускоренной процедуре, значит, решаем эти вопросы на уровне субъекта. Возрожденное производство. Представители власти республики посетили крупнейшие предприятия в Феодосии. Я вновь в родной стихии в школе, где не смолкает детский рой. Поздравления и благодарности. В Симферополе накануне празднования Дня Учителя наградили педагогов со всего полуострова. В Крыму стартовал первый финансово-инвестиционный бизнес-форум. В рамках мероприятия будут обсуждены перспективы экономического развития полуострова, возможности привлечения инвестиций и способы поддержки малого и среднего бизнеса. С участниками форума пообщались наши корреспонденты. Вопросов затронули много, но все они так или иначе касались благоприятного инвестиционного климата в Крыму и улучшения экономических показателей полуострова по всем направлениям. Условия для одновременно поддержания хозяйства, которое на сегодняшний момент есть, с теми провалами, которые были по мероприятиям программным и непрограммным, и развития – все условия существуют. В ходе форума был подписан ряд важных соглашений. Российское агентство кредитных гарантий теперь будет плотно сотрудничать с правительством республики и города Севастополя, а также кредитными организациями. Эти соглашения существенно снизят процентную ставку по кредитованию малого и среднего бизнеса. Крымский предприниматель может более комфортно получить и в очень короткие сроки получить нашу гарантию, что для нас является главной целью. То есть не было партнерских отношений с банком, не было возможности. В общем-то система идет очень быстрыми темпами, институт развивается очень быстро. Я надеюсь, что уже в ближайшее время наши предприниматели это почувствуют. Подобные форумы важны еще и в законотворческом плане. В рамках Крымского съезда также обсудят положение свободной экономической зоны на территории полуострова. Закон в первом чтении должен быть, я думаю, принят в этом месяце обсуждение, я думаю, еще около месяца займет. Мы как раз хотим на этом форуме всем дать возможность высказаться банкирам, крупным предпринимателям, спросить, что их интересует конкретно, что мы еще не учли в условиях санкций, какие нюансы сегодня надо отразить в этом законе, чтобы здесь действительно было комфортно работать. Первый финансово-экономический крымский бизнес-форум продлится до 5 октября. В программе мероприятия запланированы круглые столы и презентации конкретных инвестиционных проектов. Эдуард Здоров, Алексей Романов. Время новостей. В Крым прибыла большая группа представителей Министерства промышленности и торговли России во главе с замминистра Георгием Коломановым. На расширенном совещании руководители ключевых промышленных предприятий Крыма с представителями отраслевых департаментов обсудили, как обеспечить занятость производственных мощностей. Поговорили также о ходе реализации мероприятий дорожной карты по поддержке предприятий в Крымском федеральном округе до конца этого года. Продолжаем выпуск. Решение проблемы самозахвата в Крыму не за горами. Исполняющий обязанности главы республики Сергей Аксенов дал поручение создать специальные комиссии при органах местного самоуправления. Таким образом, Совмин продолжает готовить почву для принятия нового законопроекта по земле. Кроме того, стали известны детали процедуры подачи заявлений на легализацию самовольно занятых земельных участков. Нариман Аджи Ибраимов родился в Крыму в канун Второй мировой. В возрасте трёх лет, в 44-м, вместе с родными был депортирован в Узбекистан. В конце 80-х, будучи уже отцом наготетной семьи, вернулся в Крым. А вот дом удалось построить только три года назад. Почти все строительные работы мужчина выполнял сам. Жилья у меня лично до сих пор нету и не получен от государства ни земли, ни квартиры, ни какой-то материальной помощи. И поэтому я в 2008 году был вынужден сесть вот на эту землю, на захват, и вот здесь построить себе дом. И здесь я уже третий год проживаю своей супругой. Я давно этого жду и хочу, чтобы его легализовали, чтобы мне его представили документом, то есть решением и так далее. В Совете министров республики такое простое желание прекрасно понимают и всерьёз готовят почву к принятию нового закона. В правительстве стараются сделать всё, чтобы новый закон, если его всё же примут, не застал никого врасплох. Люди, те, которые вынуждены были годами стоять на многочисленных полян протеста, сталкивались не только с равнодушием чиновников, да и с равнодушием представителей органов местного самоуправления и зачастую сталкивались с тем классом посредников, которые наживались на проблемах людей. Было принято решение о создании рабочей группы, куда войдут в том числе и правоохранительные органы, для того, чтобы разобраться в вопросах, скажем так, возможной коррупционной составляющей. Заместитель министра имущественных и земельных отношений республики объясняет, к сожалению, в России с выдачей земельных участков гражданам не всё так просто. В нашей стране на землю могут претендовать только льготники. В Российской Федерации общая российская норма предоставления земельных участков является платным. И устанавливаются льготные категории именно нуждающихся людей, которые имеют право на получение участка. Вот общая федеральная норма – это многодетные семьи. Каждый субъект Федерации вправе установить свои льготные категории, которые имеют право на бесплатное получение, над чем мы и работаем. Что же касается деталей подачи заявлений на оформление документов на самовольно занятые земельные участки, точкой отчёта новой легальной собственности станет Госкомнац, рассказывает его председатель Заур Смирнов. Именно в общественную приёмную этого ведомства с 8 по 15 октября представители инициативных групп «Полян протеста» должны подать списки на регистрацию. А предварительно уточнить данные можно по телефону 598-836. Контролирующие органы будут проверять персонально каждого человека, заявителя, который оказался сегодня в этих списках. Осталось ещё совсем немного, и такой термин, как «самозахват» навсегда исчезнет из лексикона крымчан. На ближайшей сессии в Государственном совете Республики будет принят новый законопроект. И если депутаты проголосуют за, легализация начнётся полным ходом. Егор Бетрунин, Александр Смычек, Время новостей. До конца года промышленные предприятия «Феодосии» полностью перейдут в российское правовое поле. Последние 20 лет известный на весь СССР крымские заводы простаивали. Теперь же после воссоединения Крыма с Россией у их сотрудников появилась надежда на новые инвестиционные проекты, достойные зарплаты и прибыльные заказы. Впервые за много лет промышленный потенциал феодосийских предприятий лично оценивают представители власти республики. Для них экскурсию проводят сами сотрудники, рассказывают богатую историю завода и описывают нынешнее положение дел. «Коллиматоры – это вещь такая уникальная. Мы вводим три канала практически на три километра. Это по счету 2,5-2,5 метра. Чтобы можно было оператор-домой человек прицелиться и гарантированно породить. Над испытательной базой для феодосийского оптического завода трудился весь Советский Союз. Предприятие выпускало уникальную продукцию для комплектации военной техники. Но сейчас заводчане вынуждены работать только над выпуском гражданского оборудования. Потенциал заказов большой, но на предприятия оборонной промышленности России доступ пока закрыт. «Еще не приняты изменения полностью в законодательстве Российской Федерации, которое позволит перерегистрировать данное предприятие. Поэтому мы идем по ускоренной процедуре, решаем эти вопросы на уровне субъекта, создавая на базе данного предприятия уже государственное унитарное предприятие, феодосийский оптический завод, с целью получения всех необходимых лицензий, допусков, в том числе секретных, оборонных в максимально сжатые сроки». А это судостроительный завод «Море». Здесь рабочие трудятся над созданием гражданских и военных кораблей. Например, таких, как патрульные катера «Гриф» и «Орлан». Или известные на весь мир самые большие судна на воздушной подушке «Зубр». В руководстве компании рассказали, интерес в приобретении кораблей такого типа вновь проявил Китай. Есть и другие заказы, в том числе из России. «Заинтересованность есть. В основном нормально можно разговаривать, как нам говорили, после регистрации предприятия как субъекта России. Этот процесс должен быть закончен до конца года. Да, сегодня загрузка предприятия сложна, но мы надеемся, что будет всё нормально». Судостроение в Крыму необходимо развивать, убеждена вице-премьер Евгения Бавыкина. Возможно, в будущем в Феодосии появится собственный технопарк. «Связывать его с туристической деятельностью, которая связывает с транспортной, может быть, связывать нам здесь сейчас с помощью вот этой великолепной техники черноморские бассейны по странам. То есть, какие-то туристические или транспортные придумывать маршруты, Турция, Крым, Сочи и так далее». Кроме того, администрация судостроительного завода «Море» направила в Министерство обороны России предложение по производству противолодочных кораблей на подводных крыльях проекта «Сокол». Заготовка такого судна уже находится в цехах. Елена Бережная, Анатолий Скорик, Время новостей, Феодосия. Во всех регионах Крыма избрали председателей районных советов. Симферопольский райсовет не исключение. Со своим руководителем депутат определились уже на первом заседании сессии нового созыва. 44 депутата проголосовали за Михаила Макеева. К слову, он оказался единственным кандидатом на должность и приоритет определил сразу. Работать на улучшение жизни наших избирателей, на объединение всех сельских поселений Симферопольского района, разрабатывать программы в жилищно-коммунальной сфере, в социальной сфере. Работы предстоит очень много и будем работать на благо наших людей. Праздник со школьным акцентом. Уже в это воскресенье, 5 октября, крымчане будут отмечать День Учителя. В преддверии этого события в Симферополе прошло торжественное награждение педагогов со всего полуострова. Грамоты и материальное поощрение они получили из рук исполняющего обязанности главы республики Сергея Ксенова. Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из года в год так щедро тратить его на нас. Учителя начали принимать поздравления с профессиональным праздником уже накануне. Например, в первой Симферопольской гимназии школьники к предстоящему событию подошли творчески и подготовили целый концерт с песнями и танцами. Яркими номерами учителей радуют и со сцены Крымского Академического театра имени Горького. Здесь принимают поздравления педагоги со всего полуострова. Самым маститым из них вручают грамоты и материальное поощрение – 38 тысяч рублей. Среди них и заслуженный учитель Крыма Василий Тарасов. Его общий стаж в школе ровно полвека. Но он, как и прежде, влюблен в профессию и даже посвящает ей стихи. Я вновь в родной стихии в школе, где не смолкает детский рой, где молодеешь по неволе под этот дивный гул живой. И вновь уроки, перемены, кружки, походы, песни, тушь. Я вновь у школьного Мартена и правлю плавкой детских душ. И вновь я в детский мир торгаюсь, как зачарованный стою. Улыбкой каждой восторгаюсь и сердце детям отдаю. Со сцены не смолкая звучат поздравления. Профессия учитель – одна из самых важных и ответственных. Так, например, патриотическое воспитание школьников правительства Крыма по инициативе главы республики Сергея Аксенова планирует поддержать на законодательном уровне. Крымским учителям вообще огромная благодарность за то, что они воспитывали крымчан в духе патриотизма, который проявился в нужную минуту. Это день нашего крымского референдума. Это их заслуга, это их подвиг. Благодаря им, которые отдавали душу и сердце своим ученикам, нашим детям, у нас крымская весна прошла мирно, без потерь. Это чисто их заслуга. Вообще, учителя – это действительно наша интеллектуальная элита, которую мы должны беречь, ценить. Правительство должно создавать условия комфортные для работы учителей. Министр образования республики Наталья Гончарова не понаслышке знает, как ответственно быть педагогом. За её плечами работа в школе в качестве учителя географии. Крымский учитель, крымский преподаватель достойно несёт звание учителя России. Учитель – это прежде всего призвание. Призвание учить и любить. Уважать детей и их родителей. Научить учиться. Научить любить учиться. Опыт работы учителям русского языка есть и у первого заместителя председателя Государственного совета Константина Бахарева. По его словам, с каждым годом крымские школы становятся более комфортными. В то же время остаются ещё школы, преимущественно сельской местности, которые пока могут только мечтать о таком уровне комфорта и технической шансчёпности. А значит, нам ещё есть над чем работать. И в этом плане эти 20 миллиардов рублей, которые заложены в федеральной целевой программе на социально-экономическое развитие Крыма до 2020 года, внушают определённый оптимизм. Поздравления принимали не только учителя. Сотрудники Управления Федеральной Налоговой Службы получили награды за участие в Спартакеаде госслужащих в Сочи. Коллеги из других субъектов были приятно удивлены физической подготовкой работников налоговых органов Республики Крым. С одной стороны. С другой стороны, что поняли, что у них будет на будущий год достойные соперники. Всего в Спартакеаде приняли участие 24 человека. Они соревновались в таких видах спорта, как футбол, волейбол, плавание и бадминтон. Оксана Куприянова, Андрей Трещук, Время новостей. Праздник мужества и чести. 3 октября вся страна отмечает 26-ю годовщину создания отряда мобильного особого назначения, больше известного как ОМОН. Для крымских силовиков этот день оказался особенным. Его впервые празднуют в составе Российской Федерации. День рождения – обычно повод и о будущем подумать, и прошлое вспомнить. Бойцы крымского ОМОНа «Беркут» о минувших днях упоминают с дрожью в голосе. Ведь еще совсем недавно судьба спецподразделения висела на волоске. Силовиков без оружия и надлежащих средств защиты бросали в пекло Майдана, а после этого и вовсе хотели расформировать. Большинство героев выдержали все ужасы украинского периода, часть – нет. Поэтому в праздник бойцы «Беркута» не забыли своих боевых товарищей. Память тех, кто отдал свою жизнь во имя будущего, почтили минутой молчания. Для особо отличившихся при выполнении своих профессиональных обязанностей в руководстве подготовили подарок – специальное звание. К примеру, командир роты ОМОНа «Беркут» Виктор Денисов получил погоны подполковника. Особо приятно получить, наконец, столь желаемое звание в той стране, в которой я жил и раньше. Сейчас вдвойне приятно вновь услышать Глодия родного гимна, ну и служить в той стране, в которой родился. Поздравить бойцов «Беркута» пришел и командир СОБРа Юрий Абисов. Он поблагодарил ребят за стойкость и пожелал дальнейшего успеха в их нелегкой работе. Вы прошли тот ад в Киеве, вот к этому возвращаться не надо, но и бояться не надо. Надо быть готовым к этому вызову, бросить все. Прежде всего, и самое главное, это морально к этому готовы. А остальное все, все у вас получится, вы уже проходили. Но даже праздник для этих парней – не повод для отдыха. Торжественная часть прошла, награды получили и опять к работе. Несмотря на то, что наш праздник, мы не имеем права на расслабление. То есть есть определенные боевые расчеты, люди работают. Как всегда, собственно говоря, хоть это будет не день эмона, а любой другой день. Желали героям нашего времени в основном одного – здоровья. Ведь доблести, чести и мужества у них и так хоть отбавляй. Артем Артеменко, Александр Смычек. Время новостей. В Симферополе появятся специальные троллейбусы, библиотека и кукольный театр для немых и инвалидов по слуху. Об этом рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Ирина Кручек на праздновании Всемирного дня глухонемых. Как прошло само торжество и что изменилось в жизни этой категории граждан за последние месяцы, смотрите в нашем видеоматериале. На концерте, посвященном Всемирному дню глухонемых, выступают воспитанники школы-интерната. Слышать фонограмму и аплодисменты они не могут, но благодарят Бога за то, что имеют возможность увидеть восхищенные глаза зрителей и слова благодарности на языке жестов. Один из солистов, Сергей Кудинов, уже закончил школу-интернат, но, несмотря на инвалидность по слуху, чувствует себя полноценным членом общества. Я планирую поступить в Московский университет в отделение физическое воспитание. В основном спортсмен занимается плаванием и постоянно принимает участие в различных соревнованиях. Показать свои таланты на сцену выходят не только молодежь, но и те, кому за 60. Инвалид войны Николай Болдырев совсем недавно занял первое место во Всероссийском конкурсе ветеранов, прочитав свое авторское стихотворение о любимом полуострове. Вспоминая это, он не может сдержать слез. Люди встали, похлопали, занял первое место. Все плакали, я сам сейчас плачу, не могу. Если раньше на проблемы этого незащищенного социального слоя мало обращали внимания, то теперь их понемногу начинают решать. Например, чтобы заплатить налоги или обратиться в государственные структуры, лишенному возможности слышать, необходим сурдопереводчик. Раньше в центре глухонемых их было мало и без должных навыков. Теперь же с недавнего времени таких специалистов только в Симферополе 18 и каждый с необходимым образованием. И все равно их нужно еще больше. Сейчас идет работа над адаптацией 12 объектов. И в первую очередь, наверное, это будет интересовать родителей, не слышащих детей, будет оснащена для глухих детская библиотека и кукольный театр. Министерство транспорта работает над тем, чтобы адаптировать, приобрести три троллейбуса, которые будут адаптированы не только для колясочников, как у нас почему-то такой стереотип сформировался, что если инвалид, то это человек на коляске. Так вот, троллейбусы должны быть обеспечены и информационными носителями, которые будут воспринимать глухие до конца года. Общество глухонемых на данный момент насчитывает порядка двух тысяч человек. И хоть многие проблемы уже решаются, но вопросы еще остались. Например, единственное здание, где могут собираться люди, лишенные возможности слышать и говорить, требует капитального ремонта и совершенно не отапливается. Но люди надеются, что с прихода в Российскую Федерацию все изменится и эту проблему тоже решат. Дарья Скобеева, Андрей Трещук. Время новостей. 3 октября ежегодно отмечают Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Это еще одна возможность напомнить общество о масштабах хорошо известной проблемы. По статистике, каждый год от злоупотребления спиртным умирает 2 миллиона человек. Из них 500 тысяч в России. Употребление спиртосодержащих напитков стало нормой, говорят наркологи. Только в Крыму, по официальным данным, больше 27 тысяч алкоголиков. Среди них немало количество подростков. Тебе нужен тост? Да. А тост без вина это все равно, что брачная ночь без невесты. Нет, я же не пью. А я пью. Что тут пить? Пить или не пить? Этим вопросом в России многие уже давно не задаются. Ответ утвердительный. По официальным данным Роспотребнадзора, количество выпитого алкоголя в год на душу населения в нашей стране – 18 литров чистого спирта. Чтобы было понятнее, 72 бутылки водки при относительно допустимых 8 литрах абсолютного алкоголя. Причем пристрастие к выпивке наблюдается даже у подростков и детей. Самыми опасными наркологи называют слабоалкогольные и энергетические напитки. Они сладкие, они, особенно для молодежи, то есть они не вызывают выраженного пищевого отвращения к употреблению алкоголя, но свое алкогольное опьянение они дают и очень даже быстро. Ну, проще говоря, в каждой бутылке лонгера, в каждой 0,5 литра, это практически почти 100 мл водки. Но, как правило, одной бутылкой они не ограничиваются. При регулярном употреблении таких коктейлей, говорят специалисты, можно смело записывать себя в алкоголики. А их в Крыму по официальным данным больше 27 тысяч. Это только те, кто обращался за помощью к специалистам. Возраст моего самого раннего пациента составлял 2 года 3 месяца, который попал на больницу Титова в состоянии алкогольной комы. Конечно, это не результат его активных, целенаправленных осознанных действий, это результат действий и образа жизни его мамы. Это то, что мы теперь будем расхлебывать в течение, я думаю, минимум 15-20 лет, потому что выросло целое поколение людей, для которых наркофильный образ жизни – это норма. А трезвость – это какая-то патология, это что-то несусветное, это отстой. Но не все так печально, как может показаться на первый взгляд, говорят наркологи. Радует тот факт, что в течение трех лет процент любителей выпивки не увеличивается. Не последнюю роль в этом играет профилактика. Сейчас республиканские и федеральные власти работают над объединением усилий государственных и частных реабилитационных центров. Уже разрабатывается концепция помощи зависимым – от детоксикации до социальной адаптации. Но есть планы и помасштабнее. Мы предлагаем Министерству здравоохранения организовать российскую волну трезвости, когда, начиная с Дальнего Востока, каждую неделю День трезвости будет поочередно проходить последовательно в городах от Дальнего Востока к западным нашим границам. Чтобы идеи трезвости в СМИ звучали круглогодично. Напомним, Всемирный День трезвости и борьбы с алкоголизмом празднуют 3 октября. Это еще один шанс для общества дать бой употреблению горячительных напитков и отметить этот праздник без тостов и звона бокалов. Ты меня уважаешь? Уважаю, но пить не буду. Екатерина Сабинина, Андрей Псон. Время новостей. На Первом Крымском стартует сезон премьер. Уже в это воскресенье на суд зрителя наши корреспонденты представят сразу два новых телепроекта. Они помогут вам по-новому взглянуть на Крым туристический, Крым молодежный. Приоткроет интригу наш следующий видеоматериал. Яркие эмоции. А вон, собственно, и море, и горы. Рыба. Посмотрите. Вообще непередаваемо. Захватывающий дух пейзажи. Нелепые ситуации. Никогда не думала, что это скажу, но меня едят рыбы. И все это в новом проекте под характерным названием Крымооткрыватели. Если вы были в знаковых курортных городах и поселках полуострова, это еще не значит, что вы изучили его вдоль и поперек. Новый авторский проект Первого Крымского докажет это. Эта передача будет интересна тем, что Крым, по сути, да, место, которому уже, кажется, известно все. Вот даже я, коренная крымчанка, и тем не менее, мы отсняли несколько выпусков, я узнала такие места, которых прежде и не слышала, и не была, и не видела. Поэтому в этом смысле, мне кажется, можно бесконечное количество раз открывать наш полуостров. Такой вид, он на самом деле, он бесценен. К авторам проекта Крымооткрыватели телезрители привыкли немного в другом амплуа. Оксана Куприянова и Александр Макарь – ведущие новостей на Первом Крымском. Теперь они предстанут в новом облике, сменив строгие костюмы на привычную одежду курортника. Какое счастье, как в пустыне найти воду. Фишка проекта еще и в том, что здесь авторы представят вниманию зрителей отдых на любой вкус и кошелек. Найдут что-то интересное те, кто привык путешествовать с шиком. Я недооценил возможности деревенской гостиницы. К моим услугам оказался не только бассейн, но и бильярд, сауна, личный кинотеатр и другие прелести богатой жизни. Не останутся в стороне и те, кто предпочитает отдых эконом-класса. Пока я ставила палатку, на Мангу попустилась ночь. Обстоятельства заставили меня вспомнить все фильмы про выживание на необитаемом острове. А самым активным и неусидчивым журналисты Первого Крымского Екатерина Наумова и Александр Губарев предложат еще один интересный проект – «Отдых с перчинкой». Название говорит само за себя. То, что мы покажем, нельзя повторять без инструктора. Самые экстремальные развлечения на Крымском полуострове. Это не просто рассказ о том, как классно отдыхать активно. Ведущие нового проекта все фишки экстремального спорта испытают на себе. Итак, роп-джампинг – это прыжки с веревкой. На, веревку. Все, можешь прыгать. Ну, я пошла. Это было замечательно. Мечтать о том, что ты будешь сухим, когда плывешь на каяке, просто невозможно. Я уже мокрая с ног до головы. А пока Катя там только тренируется, я уже вовсю катаюсь. Вот такой вот наездник. В руководстве нашего телеканала считают, что лозунг «Дорогу молодым» сейчас как никогда актуален для медиапространства полуострова. На первом плане – интерес телезрителя. А значит, новые проекты должны быть яркими и задорными. В современных условиях программы должны производиться практически теми же людьми, которые находятся в постоянно на передовом крае информационной борьбы, в новостях, в свободное время. Молодые люди производят, уже произвели у нас в эфире скоро появится целый ряд программных продуктов. И их энергия должна зарядить весь остальной эфир так, чтобы мы действительно увидели измененную картинку. Премьерные выпуски новых проектов зрители Первого Крымского увидят уже в это воскресенье. Отдых с Перчинкой в 17.45 и Крымооткрыватели ровно в 8 часов вечера. Не пропустите, будет интересно. Андрей Трещук, Екатерина Наумова, Время новостей. Осенний марафон кинологических мероприятий в Крыму продолжается. Это не только выставки, но и различные конкурсы, лекции и семинары. В Севастополе, где организаторы собрали более 600 собак, 96 пород, побывала Татьяна Шаманаева. Впервые на монопородную выставку, проходившую в рамках масштабного фестиваля собаководов «Лазурный берег-2014», собрали 20 золотистых ретриверов со всего Крыма. Поклонники наконец-то увидели лучших представителей этой популярной породы. «Настолько доброжелательная порода, она дарит столько радости. У нас маленький ребенок рос, вот с родником, который сегодня выиграл, ему почти 9 лет. И я даже, честно говоря, не представляю, какая может быть другая порода, потому что столько позитива, столько энергии, жизнерадостности». А вот благородный гигант испанский мастиф «Спартак» по-домашнему Сёма, такой в Крыму один. «Я просто его люблю, безумно люблю, потому что это очень добрый, очень верный, очень игривый пёс. Но единственное, что если он подал голос, то нужно пойти посмотреть. Собака просто так не лает». В гордом одиночестве на собачьем шоу была и самая умная собака по шкале интеллекта профессора-зоолога Стэнли Коррена. Бордер-Колли по имени Изюминка приехала с хозяйкой из Донецка. «Они быстрее схватывают всё новое, больше предлагают поведение, различные трюки. То есть не надо сто раз повторять. Да, там вообще абсолютно не надо повторять. Она сама, даже бывает, сама предлагает». В рамках всех выставок в Крыму не только выбирают чемпионов, но и проходят конкурсы, лекции и занятия, где обучают премудростям выставочного дела. «Совершенно несложно, немного терпения, и всё получится». «Собака очень лёгкая в воспитании». «Для того, чтобы воспитать чемпиона, необходимо участвовать в выставках, ну, буквально с младенчества, со щенящего возраста. Вот Оскару пять месяцев, а он уже на выставке». Татьяна Шиманаева, Александр Волконский. Время новостей. Севастополь. Полторы сотни крымских шахматистов участвуют в традиционном фестивале самоинтеллектуальной игры под названием «Крым-2014». Длительный шахматный марафон проходит в Симферополе. За доску сели спортсмены разных возрастов. Подробнее о главных фаворитах – наш видеоматериал. Турнир проходит по старой доброй швейцарской системе. Всем спортсменам предстоит сыграть девять партий. Но не обошлось и без нововведений. В этом году организаторы решили изменить правила игры. Крымчане потихоньку адаптируются к российским стандартам проведения соревнований. «Это касается невозможных ходов, когда в быстрые шахматы сразу за невозможный ход ставится поражение, а в классические шахматы за один невозможный ход добавляется две минуты, а за второе уже поражение». И еще одна новинка уже дисциплинарная. Опоздавшего на игру сразу удаляют. У одного из фаворитов турнира Александра Шемякина с пунктуальностью проблем не случилось. Зато были они со жребием. Уже в первом туре его противником стал собственный сын Валерий, победитель нескольких престижных турниров, в том числе и российских. Поддавки из противной династии играть не собирается, но и компромисс они исключают. «Жребёка и жребёка, поэтому тут же никак не… То есть как получилось, получилось, поэтому придётся играть. Сына, кажется, не хочется бежать, скажем так, поэтому мы говорили с миром, что на ничего. А дальше время покажет». Сильнейшие игроки турнира определятся в воскресенье. Фестиваль «Крым-2014» станет этапом подготовки к чемпионату республики, который в этом году впервые пройдёт, как первенство федерального округа России. Валерий Анатезиарян, Время новостей. И пока это все новости к данному часу, но мы не прощаемся с вами. Продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова